Нарушу авось не заметят. Наверное, так рассуждал мужчина, когда совершал обгон в неположенном месте. И даже знак «Обгон запрещен» его не остановил. Результат – серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Сегодня на улице Первомайска в 7.30 утра водитель с 8-летним стажем на автомобиле «Хонда» начал обгонять «ВАЗ», «Шестерку» и машину занесло. Водитель «Хонды» не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус «ПАЗ». Невольным участником ДТП стал и водитель «Шестерки», который тоже столкнулся с рейсовым автобусом. По счастливой случайности в автобусе ехал только один пассажир. По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму, перелетев из одной части салона в другую. Перелом кисти у водителя ВАЗ-2106. Больше всех повезло виновнику ДТП. Водителю «Хонды» у него переломов нет, только ушиб грудной клетки. По словам сотрудников ГИБДД, если бы водитель рейсового автобуса не среагировал на аварийную ситуацию вовремя и не применил свои профессиональные навыки, не уехал бы на обочину, то последствия аварии были бы намного тяжелее. По статистике, в Новоуральском округе ДТП с участием рейсовых автобусов крайне редки. Как правило, они не виновники, а невольные участники. Были проверены на маршрутах автобусы по техническому состоянию, документации у водителей. По выявленным нарушениям были составлены административные материалы на водителей и должностных лиц. Если вы заметили, что идет нарушение в планах перевозки пассажиров и багажа, то обращайтесь в дежурную часть Новоуральска по телефону 02 или 457 57. В рамках проведения профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД проверили 19 автобусов, выявили три нарушения. Это наличие неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Сотрудники ГИБДД Новоуральска регулярно проводят профилактические беседы с руководителями и водителями рейсовых автобусов, напоминая о правилах дорожного движения и о безопасной работе рейсового автобуса. А всем участникам дорожного движения сотрудники ГИБДД вновь и вновь напоминают о скоростном режиме в зимнее время года и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Ведь слово «авось» на дороге недопустимо. Берегите себя и своих близких. Наталья Рау, Объектив. Итоги.